Приветствую вас. Я бы сказал, что есть несколько моментов, на которые в контексте вашей ситуации уместно было бы обратить внимание. Первое. Это изначальная цель, изначальная направленность, изначальный, ну, если хотите, эмоциональный заряд ваш в отношениях с мужчинами. Что они из себя представляют? Когда вы начинаете общаться с парнем, когда вы начинаете, словно говоря, там, встречаться с ним и так далее, да, вот, вы пишете, что знакомлюсь, начинаю проводить время, вот. Какая у вас здесь направленность? Понимаете, то, что вы описываете в контексте ваших отношений и в контексте вашей семьи вполне может быть желанием построить такие же идеальные, в кавычках, отношения, как у ваших родителей. И, естественно, этого не получается, потому что у вас, ну, не могут, не может быть идеальных отношений, вот. Как ни у кого их не может быть, в принципе, вот. Но вы пытаетесь их построить эти самые отношения, вот. И, соответственно, вы отсеиваете всех мужчин, потому что во всех видите недостатки. Вот. Недостатки-то вы видите, это правда недостатки есть во всех людей, во всех людях это так. Вопрос немножко здесь в другом, как вы относитесь к этому недостаткам, то есть, ну, есть недостатки есть, да, вот. То есть, мне кажется, что в какой-то степени вы идеализируете в данном случае отношения своих, ну, родителей, да, вот. Как мне, ну, как мне кажется, вот. Хотя понятно, что это не единственный аспект. Второй аспект – это аспект страха близких отношений, страха ответственности, вот. И страх чего-то, связанного непосредственно с отношениями. Почему я говорю чего-то, связанного с отношениями, потому что очень много вариантов, чего вы можете бояться, вот. Но, тем не менее. Например, страх быть брошенным, допустим. Например, страх, там, обязательств, например, там, ну, еще что-нибудь, да. То есть, я не буду сейчас вам перечислять, потому что нужно, чтобы вы сами как-то как-то, ну, к себе прислушались, вот. Но важно, что вполне возможна такая история, вот. Наконец, следующий момент. Это важность другого мнения. То есть, вам нравится мужчина только когда его, там, вот, как вы говорите, оценил кто-то, да. Значит, сама я не оцениваю. Точнее, я-то оцениваю, но не доверяю себе своей оценке. Сама я не доверяю. Вот, в чем здесь тонкость. Вот. Сама себе, получается, я не доверяю. И, собственно, это, ну, условно говоря, может влиять на то, на то, что вы, вы, это может влиять на то, что вы, вот, не испытываете к, ну, условно говоря, к мужчине, да. Вот. Чувств, эмоции, вот. До тех пор, пока... Не оценит его другой человек. Понимаете, да? То есть, варианты, все варианты здесь вот такие. Но, в целом, вот, то, что, прямо, эээ, так вот, системно и глобально, глобально, я бы мог, ээээ, ну, озвучить, да, выявить, в целом. Это, ээээ, момент и, эээ, идея, эээ, того, чтобы вы в отношениях не, не, ээээ, можете быть с собой. То есть, вы в отношениях, эээ, как бы, начинаете, ээээ, условно говоря, ээээ, ну, там, не знаю, требовать от себя, например, эээ, чего-то, да. Ээээ, вы в отношениях, ээээ, ждете чего-то. Вот. Немаловажным моментом является также еще и то, что общего между вами и мужчиной, какой базис, какой фундамент отношений. Потому что если фундамента, словно говоря, недостаточен, если фундамента немного, например, если вы не особо чем увлекаетесь, к примеру, да, если вы знакомитесь именно вот, ну, именно таким образом, то есть, ну, вы знакомитесь, когда, там, условно, вас знакомят только, вот. То есть, вы сами, вот, вы не знакомитесь по каким-то своим увлечениям, да, по каким-то своим, там, интересам и прочим, вот. Если это так, то здесь вот тоже имеет место быть подобные сложности, потому что нет точек пересечения. А взаимодействовать вы пытаетесь только, ну, только гендерно, гендерно, то есть, только гендерное взаимодействие у вас происходит. А этого гендерного взаимодействия, чего мало. Как правило. Вот. То есть, тут вы, по сути, что, пытаетесь перескочить сразу несколько этапов развития отношений. Вот. А, наконец, последнее, о чем хотел бы я вам сказать, это то, что, возможно, вы слишком много ожиданий испытываете. К, эм, человеку. И, эти ожидания, э, связаны с вашими желаниями. С тем, что вы хотите. Но, перенетите вы их на, как раз таки, э, мужчину. Вот. То есть, перекладываете на него ответственность за то, что вам, к примеру, хочется. Вот. И, в итоге, неудовлетворенный вы, э, в итоге, э, молодой человек остается в какой-то степени неудел. Вот. И ничего хорошего из этого не получается. Вот. То есть, вы не свободны в отношениях, а как будто вы пытаетесь найти идеальное место, где бы вам было хорошо. Но, вам, э, самой, не, не слишком хорошо. Вот. А, что является проблемой? Точнее, ну, что может являться проблемой. Да. Вот такой момент. Удивительное дело, удивительное дело, что вы обратили внимание на своих родителей, вот. Притом, что на родителей, э, как бы, ну, про родителей, э, э, ну, лично, э, лично я вам ничего не говорил про родителей. Ну, вот, э, э, как бы, то есть, э, то есть, вот, э, удивительно, что вы сами, э, решили эту тему, как-то, вот, э, подняться, да, 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 то есть, может быть, вы, э, ну, догадывались, что какие-то проблемы могут быть, э, с родителями, э, связаны. Вот. Но, я бы сказал, что, э, детство, э, вот, э, каким бы оно у вас, э, не, ну, не, не было, да, детство. Это детство. Вот. А жить вам, как бы, ну, нужно, э, ну, в реальном, в реальном мире. Вот. Вот. Как мне кажется. Вот. Вот. Поэтому, э, э, даже если у вас, э, что-то, э, связано с родителями, даже если, то, все равно, вы отвечаете за то, что с вами происходит. Вы. Вы. И только вы. А не родители. Да. Вот. Здесь угад, угадывается, вот, э, ну, тоже, э, в какой-то степени, э, это такая, вот, э, попытка, э, переложить ответственность. Как будто бы вы хотите, э, найти, э, кого-то, кто, был бы ответственен за, э, вашу, э, проблематику, да, э, вот, чтобы можно было, э, там, ну, на это области не надо. Вот. Я, может быть, немножко утрирую, вы не, э, думайте, пожалуйста, что, э, это вот, э, сто процентов, э, все про вас. Я вполне могу ошибаться, вот, вполне, вполне могу, э, быть не прав, вот, поэтому не думайте, пожалуйста, что, э, э, то секрет – это непреложная истина, вот. То есть, как бы, э, э, не тратьте свои силы на то, чтобы оспаривать это, если вы с чем-то, ну, условно, не согласны, да, вот, а лучше, э, э, как бы, обратите, вот, этот вопрос, да, ну, эти вопросы, которые, которые, условно, я пытаюсь поднять, вот, обратите, а их, э, непосредственно, э, непосредственно, э, ну, непосредственно, э, себе, да, то есть, себе, себе постараться их задать, вот, и, может быть, вы, э, увидите ответы на, ну, на свою проблему. Вот. А, я бы, вот, ну, я бы, наверное, вот, э, так бы, вот так бы, наверно, 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 назвал бы вам, вот, э, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта и своего мировоззрения. На этом всё. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Очень важно, чтобы вы дали, постарались, по крайней мере, дать обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам начать решать свои трудности, если вы в этом заинтересованы, конечно же. Это поможет вам увидеть выход из ситуации, в которой вы оказались сейчас, по крайней мере. Я желаю вам всего самого доброго. Готовьтесь к изменениям. Ну понятно, что если вы настроены на работу, то готовьтесь к изменениям. Всего самого доброго. Продолжение следует...